Всем привет, с вами Аван Грешник и мы продолжаем играть в аниму. Ну что ж, в прошлой серии мы с вами остановились на какой-то там снежной карте, почти что полностью ее прошли. Вот она, Норгар или что, или Булдур, или... А, Пики Мифрали, хорошо. Третий уровень из четырех. По поводу волшебного... Вот этого волшебного волшебства, как он это называется-то? Волшебная находка, вот. Вот. Смотрите. Как мне это объяснили, волшебная находка, это, короче, вещь, которая позволяет увеличивать удачу предметов хороших. Плюс, с добавок, можем с мимиков попасть в какую-то волшебную страну мимик, или что-то, блядь, такое. И там, короче, что-то будет. Ну, надо качать этот параметр, чтобы было что-то гириальное. Тот шмот, что у нас сейчас, говорят, полная говнина, полная хрень. Я прокачал, кстати, вечный покой на второй уровень из пятидесяти, видите, написано. У меня были вот те шесть камней, эти камни для прокачки, оказывается. Еще касаемо камней простых, я решил их продать. Я их продал, слил и продал. В комментариях написали, ты заколебешься их сливать, и так далее, и так подобное. Оставь под шмотки, под предметы место, я, собственно, так и поступил. Так, хорошо, опа. Ну, вот это место мы, конечно, будем проходить очень легко. По поводу карты, мне сказали, нажми на карту, и... Нет, ни хрена у меня не работает. Вот я когда на карту нажимаю, смотрите, у меня крестик появляется, и ни хрена не показывается. А! А, все, спасибо, я понял, как это... О, я смотрю на карту, я нажал туда, и я думаю, ни хрена, что сказали же мне, что карта на весь экран открывается. А сейчас смотрю такой... А у меня, оказывается, по центру он отображается, полупрозрачная. Нет, это удобно, конечно, но я обычно смотрю наверх. Я привык смотреть туда, в угол. Так, законченный аметист, а что, места нет уже? Да, места уже нет, места уже нет. Я подберу аметиста, блядь, что ты делаешь? Да куда ты? Так, ну да. Я вообще подумывал, конечно, закончить сегодня с анимой. Потому что, по существу дела... Весьма-весьма очень много игр. Очень много игр на прохождение, и если бы мы закончили, например, с анимой сейчас, да? Ну, может быть, оставили бы ее, но когда-нибудь на поток. А может быть, и не оставили бы. Просто это, ну... Пока... Это игра с большой перспективой на будущее. Я не думаю, что у нее, во-первых, будет просмотр. Во-вторых, что мы быстро дойдем до момента, когда... Эта игра станет, знаешь, вот такой, какой я ее себе представляю. Вот такой, как это были арены здесь. Я не думаю, вот серьезно не думаю. Потому что игра с очень большим порогом входа. Вот сколько мы с тобой играли в нее... Так, почему зависло-то, что... Что не так? Сколько мы с тобой играем, да? Вот, ну, не знаю, блядь. Есть такое чувство, что... У этой игры порог ухода лет 300. Не знаю. Не знаю, исходя из чего-то. Ну, блядь, ну, ошибка главная. Самая главная ошибка, то что в самом начале слишком легко они сделали. Слишком большое облегчение. Ну, я подумал сейчас, и, наверное, все-таки дальше будем играть. Блядь, ну, не знаю, у меня были мысли, я просто с тобой делюсь, что у меня были мысли прекратить снимать аниму. Игра мне интересная, она чем-то захватывает. Но, блядь, не знаю, когда здесь станет сложно хоть немножко, блядь. Хоть сколько-то сложнее будет. Я вот этого жду. Эти локации надо скипать. Вообще, жалко я стримить пока не могу. Я вот попытался, но там определенные технические ситуации возникли, я их пытаюсь решить. Трещина к валуну, броня увеличивается, магический этот, да-да-да, все прекрасно, все хорошо. Легендарные перчатки выбили. Неплохо, ладно, вот мимик нам выпал. С него что-то неплохое выпало. И на этом хорошо. Так, оружие какое-то эпическое. Посох. Ну, это, тут не надо так тут идти. Тут надо просто бежать, блядь. Потому что эта локация, она уже для моего героя слишком слабая. Единственное, что стоит подбирать, это вот, блядь, сундуки и все. Сундуков и мимиков. В остальном я смысла не вижу. Пик Тхаулагара. Здорово. Кто? Че, кто это был? Это я, че, босса завалил? Серьезно, это был босс? Одним ударом? Ну да. Так, обливлены, да, задание. Дюк. Райкошан. Гравиндал теряет свою силу. Два конца собираются воссоединиться во имя ненависти. Правильный свет виджет ускнеет от теней, блядь, да, темного присутствия. Нечто изначальное... Нечто изначальное и злое. Вы должны изгнать его из священной земли. Нетленное излучение не может преждевременно передать свою, блядь, природу. Найдите глаз Валада, забытый под песками Девахри, и он покажет вам путь в Виаджу. Ой, да, хорошо, поехали. Хорошо, поехали. Ты здорово, чё как, вы кто? Если вкратце, этот мужик сказал, проскипайте, пожалуйста, это подземелье, и идите дальше. Вот как-то так примерно он сейчас объяснил ситуацию. Потому что эти враги вам не пасет. Понимаете, что мы сильнее этих соперников примерно по уровню, наверное, сколько они, какого, 39-го, 40-го? Ну, в три раза почти. То есть, это всё из-за арены. А тем не менее, арену мне фармить интереснее. Арену фармить интереснее, потому что там тупо сложнее, знаете. Давайте, честно, не так уж и много соперников. Вот ты бежишь, да? Ну, не так уж и много, давайте. Вот поправлю. Тут ещё не так много. Опять напишите, что в комментариях, да, там в будущем будет. Вот, 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 в этот момент, в этот момент. Я понимаю. Но, вот, если ты обычный игрок, ты до этого будущего, блядь, будешь вообще играть, нет? Когда ты видишь, что сложности перед этим будущим нету. Чем ты играешь, должна тебя заинтересовать? Я не думаю, что тут все уже люди в сюжет вчитывались. Это ж фармилка по типу Диабло. Ключевая особенность таких игр, это фармить мобов. Почему-то, вот, меня, меня впечатлила арена, например, да? Мне понравилось на арене бегать. Преодолевать препятствия, зарабатывая золотые монетки себе, вот эти, я... Да нет, безусловно, каждый найдёт для себя что-то своё. Я просто, как пример, говорю. Вот мне понравилось зарабатывать золотые монетки, покупать шмотки, улучшать, улучшать их, найти что-то своё лучше, чтобы преодолеть тех врагов, которые ты преодолеть не мог. Вот, ну, это, это прикольно, да. Арену тут реализована лучше, чем основные локации подземелья. Может быть, они хотели показать этим, что как игрок постепенно будет, типа, расти, но, блядь, знаете, камень жадности какой-то выпал. Давайте-ка подберём его, что за камень жадности. Где он? Кольцо. О, какой камень-то? Да убери ты, господи. Кловерс редкий, определить, что это такое. А, а где камень жадности-то это камень жадности? Не понимаю... А, вот он, камень жадности, верш... А, нет, кольцо. Какой, блядь, камень жадности? Чё несёшь? Кому несёшь? Это что такое? Рукавицы, амулет, оружие, бутсы. Ну, пойдём продадим всё это, золото лишнего не будет, наверное. Амулет. Музыка зато классная. Просто если они хотели сделать такую вещь, как постепенный рост твоего героя, чтобы ты это чувствовал, то вот они чувствуются здесь вообще. Понимаешь, если бы я сразу пошёл на арену и такой, после арен, пришёл и говорил бы это. Это было бы, да, нечестно по отношению к игре. Но мы же с тобой сколько серий, прокачивались только по сюжету и, понимаешь, мы шли по основным локациям. Была такая же самая пургань, особо-то и сложно было, если уж на это пошло. Я к этому веду. Где, блядь, сапир, который мне упал? Что мне упало вообще? Не понял. Какой-то камень выпал. Какой камень? Куда его? Непонятно. Интересно, найти бы 6 камней, вот те 6 камней фиолетовые, которые у нас были для улучшения, вот их бы найти. Где они выпадают? Хорошо. Идеально. Кто-нибудь помнит, когда мы телепортанулись, там были за... Ой, там босс стоит. Там были задания какие-нибудь, нет? Я чуть не посмотрел. Так, босс, какой-то босс. Ты босс? Да, ты босс. Что-то с него выпало, по-моему. Красное? Не, ни хера с него не выпало. Подожди, это... О, у меня две печати появилось, смотри-ка. Вот про какие вы печати говорили, я понял, всё хорошо. С них печати, получается, падают. Ну, неплохо. Надо сходить в подземелье улучшенное, попробовать, посмотреть, что там дают. Здорово. Прощайте. Опять развилка. Вот знаешь, не знаю, как тебе, вот не знаю, как тебе, но неужели тебе интересно смотреть на то, как падают два моба? Вот, смотрю, два моба стоит. Ну, вот эти вот мобы, может быть, были бы интересными, если бы они закрыли мне возможность фармить арену с мокодом. Сейчас-то ладно, да, сейчас мы перекачаны, и поэтому нам слишком легко. Я тебе говорю про начальный этап. Вот сколько мы с тобой локаций прошли? Ты как бы пойми, я не жалуюсь, ничего, просто... Ну, я бы, блядь, бросил игру уже давно. Я тебе ещё в тех, в тех сериях говорил, я бы бросил игру, если бы я был, например, стримером и не знал бы, что меня ждёт в будущем, в дальнейшем, да? Кого, блядь, стример? Ни одного стримера стримером стал. Контентоделом, видеоделом, да? Ну, ты понял. Только благодаря тому, что вы мне написали... Так, подожди, я поднялся наверх. Таким образом. Только благодаря тому, что вы мне написали то, какая эта игра будет в дальнейшем сложной и интересной, я продолжил её играть. Плюс повлиял ещё тот фактор того, что тут хороший визуал. Плюс, вдобавок, мне в этой игре понравился, ну, вот этот стиль боёвки, вот всё умение прикольно сделано. Весьма недурно. Музыка не... ну, музыка такая, знаешь, музыка... Ну, бывает хорошо, бывает, ну, как-то так... Смешанные впечатления от музыки. Визуал здесь классный. Сложность. Сложность, вот, блядь, не знаю. Вот прям как-то вот это... Прям вот плохо в начале. Очень плохо по сюжету со сложностью. Но вот с аренками неплохо получилось. С аренками вышло реально неплохо, но вот... И я не знаю, почему они так поступили. Не могу я это вам как-то разъяснить, объяснить. Это их поступок, они так сделали. Зачем, почему, не знаю. Но вот так получилось. Имеем, что имеем. В любом случае, мне говорят, что игра уже давно заброшена разработчиками. Так что она вот... Ну, такая как есть, и она не изменится ничуть. История по поводу сюжета. Ну, я, честно, половину, блядь, вот... Возьмем вампиров. Я там помню очень многие диалоги, да? Но вот здесь я половину диалогов вообще не помню. Может потому, что мы не обращали особо на них внимания. Это может быть вполне себе. Так, смотри, подземелье. Давай попробуем. Давай попробуем посмотреть, что это из себя представляет. Потому что у меня уже есть специальная печать. Вон, видишь, две штуки у меня. Вот это и вот это. Загрузка. То есть мы входим в какое-то подземелье. Написано, тир первый, затерянное подземелье. Хорошо, пошли. Блядь, у нас время идет. Это плохо. Так, спокойно, аккуратно. Один процент. Какой один процент? Вы что, издеваетесь? Так, ну они дамажат. Ладно, хорошо. Это уже прекрасно. То есть мне за это время надо успеть пройти, уничтожить все сто процентов, и тогда мне дадут что-то, правильно? Вот это уже интересно. Вот это уже да. Вот это что-то прикольное. Это что-то необычное. Это отличается от чего-то базового, от того, что я вижу в этой игре. Сейчас посмотрим, что это такое. Это лаги, походу. Здесь много врагов. Они, видимо, сильные. Раз для первого тира. Я не представляю, мощный враг приближен. Хорошо, теперь будет босс. Отлично. Все, босс был. Теперь босса нету. Ну, это первый тир. Логично, что мы сносим его за одну секунду. Вровень первый пройден. И что? И что? Дальше второй уровень будет, нет? Нет, вот здесь я не буду ничего комментировать, пока не дойду до своего тира. У нас сейчас шмотки третьего, четвертого тира. Дойдем до третьего, четвертого тира. До врагов нашего уровня. Вот здесь я что-то прокомментирую. Пока здесь мой комментарий будет... Ну, нечестным. Потому что у нас, опять же, перекачан герой. Все, назад, домой. Нет, подожди. А что делать? Как этот уровень будет закрыт? Я же прошел его. Но я прошел его полностью, правильно? Что по заданию? Гегемония Крааля. Спустите с глубины горы и убейте Крахлааруса. Перейдите через Гуджайский пролив и найдите Глаз Ваалада под песками Дахеварь. Блядь, ну и название, конечно. Ну, все, наверное, мы прошли этот уровень, правильно же? Ну, прошли же. Куда же тут еще ты пойдешь? Ну, вот до конца, если дойти, то тут лежит мужик. Отдыхает. Все, больше ничего нету. Все, пошли домой тогда. Продолжается. Инфиротус, да? Что-то говорит такое. Инфиротус или что-то типа того. Поехали. Второй уровень, да, теперь? Так, подожди. Открою мне инвентарь. Что мне выпало? Ну, какие-то редкие шмотки, наверное, здесь падают. И... Но я зашел без дополнительного опыта или чего-то еще. Давай. Хорошо. Зателены... Еще одно зателение. Хорошо, поехали. Опа, вороги... Да, вот теперь, да, по ГП просел. Смотри-ка, но все равно моим ребятам похер. Это что такое? Ой, да, это опыт. А, ну тут, в принципе, смысл в том, чтобы очень быстро набить себе уровень 4, 0,22 секунды. А, это за то, за какое время я прошел полностью подземелье, получается, указывается. Сначала мне надо набить 100% прогресса за определенное время. После этого 100% прогресса появляется босс, которого я должен уничтожить, а с него уже пойдет награда. Теперь мне понятно. Печати, получается, падают с каких-то редких противников. Вот у меня не закончились, я войти не могу. Все ясно. Балет. Этот уровень 8. Тир 1. Как-то можно открыть следующий тир, наверное, после прохождения какого-то определенного уровня тебе тир открывается. Но это мое предположение. Ну ладно, хорошо, неплохо. Почему бы нет? Пойдем, продадим эти предметы. Так, подожди, мне починиться надо? Да, дешево, 2000 всего. Погнать все. Угу. Но я тут квестов никаких не вижу, значит, нам надо идти дальше. Ну пошли без проблем. Почему нет? Пока идется, идем. А в Росольку куда? У нас две локации теперь на выбор, правильно? Это Мидхиллос Пик. Там дальше есть? А, руины ледяной вены. Подожди-ка. Мы не дошли до конца. А, ну да-да-да-да-да-да-да. Мы не дошли до конца. Мы вернулись домой, оттуда решили пойти туда. Но будем более внимательными. Получается, из врагов может выпасть вот эти печати. Но я так понимаю, только суперсильных врагов, да, такое падает? Чтобы мы пойти просмогли дальше. Или что в чем фишка? Пока до конца непонятно, не ясно. Так, хорошо. 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 Чудесно. Жалко, он в определенной дистанции не подбирает предметы. Знаешь, надо именно пройтись по ним. Не, он охватывает какой-то определенный круг, да, но этот круг очень небольшой, скажем так. Этот круг маленький. Хотелось бы круг побольше, чтобы он охватывал. Но, к сожалению, он этого не делает. Опять 500 развилок, блядь. Не знаю, мне вот эти развилки не нравятся, но это как-то, как в лабиринте сделано. Типа, ходи, их шейстер. Что самый большой прикол, тебе не сложно найти итоговую комнату, да? Ну, как получается-то. Ты итоговую комнату находишь раньше времени, и тебе уже как-то, ну, не очень интересно исследовать дальше. Ты понимаешь, что, ну, ты в основном шел по этому подземелью, чтобы до итоговой комнаты дойти, и что с тобой должно повелевать, чтобы ты пошел дальше в эти закоулки подземелья? Ну, наверное, редкие предметы, правильно? Ну, ты заходишь в эти закоулки, блядь, а здесь нередких предметов, нередких врагов, тут просто какой-то череп стоит, который, ну, ни хрена мне не дал, вот усиленный пояс, самулет, но он по левелу, ну, тут ладно, по левелу мне не подходит, а там в начале игры, в начале игры, вспомни, вот сколько мы с тобой бегали, в эти закоулки, ни хрена полезного, вот ни хрена полезного, редкие враги даже в начале игры ничего толкового не давали, ну, вот сейчас, да, начинают что-то сыпаться, блядь, по уровню, наверное, хорошее, но тот человек, которому это не понравится, не будет доходить до этого уровня, давай уж, с этого начнем тогда, здорово, пацаны, но я не говорю, если что, что игра говно, нет, игра хорошая, мне нравится, если бы игра была говно, мы бы с тобой в нее не играли, я просто говорю, что, ну, блядь, местами иногда есть такое, что плохо сделано, плохо, она плохо подана, вот, вот в чем речь, она не так хорошо подана, как могла бы быть подана изначально, возможно, возможно, я предполагаю, я же опять ничего не утверждаю, что, так сделали, слишком легко, в самих начальных подземельях, знаешь, зачем, чтобы, игру растянуть, вот у меня есть такое предположение, то есть, наверное, сначала налепили сюжет, а потом мы решили, наверное, налепить что-то еще, такой сюжет слишком растянутый получился, типа, наверное, надо нам растянуть локации, и локации растянули под этот сюжет, скорее всего, опять же, я не вижу тут какой-то, ну, если и есть сюжет, определенный, да, то он подан, как-то нелинейно, ну, вот пока мы с тобой идем, давай по-честному, вот мы с тобой разговариваем, с одним монстром, да, поговорили с Огром, он говорит, ну, что-то как-то, блядь, меня там жмет, мутант какой-то вонючий, завали его, мы пошли завалили этого мутанта, хорошо, вот это сюжет, основной сюжет, мы помогаем людям избавиться от древнего зла, которое целит здесь, сказать, что-то великий сюжет, да нет, таких сюжетов, блядь, миллиард, разве не миллиард, вот куда я иду, вот зачем я иду, вот объясни мне, за сундуком, чтобы, о, перит, вот это, вот это, да, вот это я не зря сходил, потому что перит, нужен для улучшения экипировки, это хороший предмет, понимаешь, вот это да, ну, блядь, один раз за всю игру, по-моему, с сундука он в милу, в прошлый раз мы его, с моба, по-моему, выбили, я просто наворачиваю, дикие круголя, вот сундук, сюда еще пили, пожалуйста, нет, кожаный, блядь, бриллиантовый, ремень какой-то, здорово, до свидания, что там выпало, мемориальная доска, а, броня, ну, я не знаю, как будто бы в другое подземелье вошел, что прям какие-то, кишкообразные круголи даю, надеюсь, это меня выбегет, мне не придется бежать, блядь, назад, если путь, в смысле, а, мы, получается, не круголя сделали, мы, получается, подожди, мы спустились, разве еще на один этаж ниже, я не понял прикола, о, тут красиво выглядит, снежок идет, мне сказали, на каком-то боссе, скелеты мне не помогут, но ничего страшного, у меня большой урон и так изначально, если этот босс не сильно сильнее меня по уровню, то он упадет так же, как упал этот, так, легендарные шмотки, какие-то пояса, что-то еще, мы подобрали, почему я не могу, а, я вот дотрагиваюсь до какого-то портала, и меня, переносит, девахри, пустыня, так, хорошо, давай сначала сходим домой, посмотрим, что за легендарный предмет нам выпал, как хорошо, что легендарные предметы подсвечиваются, так, ага, оружие, волшебная палочка, легендарная, хорошо, 185 урона, говно, что еще выпало, сапоги, хрень полная, сапоги, шлем, хрень полная, шлем, что еще, все говно, ясно понял, не по левелу, потому что, не по уровню нашему, понимаешь, вот выпало бы по нашему уровню, это да, так, определить, продать все, кроме пили, ага, хорошо, камни все в мусорку, как вы пишете, а вот этой штукой пойдем улучшим с тобой сейчас шмотку, подожди, где кузнец, вот кузнец, сейчас улучшим мы с тобой нашу шмотку, смотри, ставишь камень, так, извините, вот сюда надо, ставишь камень, потом берешь шмотку, и улучшаешь, я почему-то не могу, а, мало камней, извините, понял, по ходу чел от киз, но почему-то у нас исчезли все наши гномы, ну или кто они, скелеты, гегемонию мы сделали, путь виджая, пройди гуджай в пролив, и найди глаз Валада под песками Девахри, ну, значит, нам под пески Девахри, за глазом какого-то Влада, поехали, и что им Влад сделал, да, Влад нормальный, что-то, блять, бедный Влад, глаз спер, у бедного Влада сперли глаз, о, это говномухи, с арены, смотри-ка, с одного удара не вырубает, а, нет, вырубает, о, здесь маги уже пошли, вот здесь урон уже по мне пошел, смотри-ка, о, барабаны играют, слышу, а мы продолжаем с тобой, я тут, короче, обрезал большую часть, наверное, видеоролика, ну, как большую часть, вот эти буквально 5 минут побегушек по этой пустыне, я там пошел в дом, распродался, потом вернулся сюда, и мы пошли дальше, перерыв я потому что делал, ну, а сейчас мы с тобой продолжаем, ну, знаешь, здесь очень мало соперников, не знаю, как тебе, как по мне, очень мало число врагов, я вообще, знаешь, что задумался, я бы хотел, опа, у нас триперита, неплохо, я бы хотел поменять полностью класс, но сделать это, я так понимаю, просто физически невозможно, ну, то есть, я не могу там, например, с мага превратиться в физический какой-то класс, да, я могу второй навык поменять, как мне написали в комментариях, написал в комментариях один подписчик, говорит, типа, вот там есть специальный предмет, в магазине, где я покупал вот за эти золотые монеты, но, знаешь, в чем нюанс-то, это прекрасно, во-первых, он стоит до хрена, во-вторых, меняет только второй класс, опять инвентарь полный, ты издеваешься, третий раз уже возвращаемся, третий раз уже возвращаемся, продавать вещи с инвентаря, полностью инвентарь чистый, сразу забивается, так, определить все, гениально, просто шикарные вещи, до свидания, просто невероятно, так, улучшить, вот это, да, а, да, вложи это, вложи меч, улучшить, это обойдется, да пофиг, третий уровень, смотри-ка, я третий уровень сделал, плюс два к скелетам, плюс два к кровавому голему, физический ущерб дает, магический урон, магический урон, 723 тысячи, или просто 723, 217 к интеллекту и 83 к броне, хороший, прекрасный меч, шикарный меч, пожалуйста, 6300 магического урона, скелеты помирают, это не парься, потому что мы снимаем меч, и навык уменьшается на два уровня, одеваем меч, и навык увеличивается на два уровня, поэтому перепады в уровнях уничтожают наших скелетов, вот эти камни классные, которые с сундуков падают, жалко их побольше бы не добыть, ну, дальше, конечно, пусть больше, но, так, очень сильный враг, которого я одним ударом выношу, классно, здорово, здесь в этой локации врагов намного меньше, знаешь, вот это такое себе, предыдущий даже больше был, здесь вообще нет, пустыня Дивахри 3, зато тут много вот таких вот пьедесталов, на которых можно получить какой-то баф, зачем оно нам надо, ну, я не знаю, ну, есть, есть, зачем они запихали, хорошо, хорошо, куда идти-то, куда идти, почему нельзя сделать грамот, грамотный лабиринт, в котором, ты не будешь путаться, ты просто пойдешь по пути, намеченному, да, и дойду, а, хотя вот здесь не лабиринт, тут просто заковырка такая непонятная, ну, ладно, хотя бы так, давай-ка я возьму другой навык, что-то мне надоело с этим навыком бегать, это не то, хотя я могу взять, в принципе, да, могу взять, гробик, и кидать на них кровавую лужу, которая будет наносить урон, их она все равно, скорее всего, будет ваншотить, да, она их ваншотит, конечно, еще бы было удивительно, если бы она их не ваншотила, потому что там что-то около, по-моему, 100%, да, у меня, а, 86% магического урона, ну, да, дико, костный вихрь не хочу, слишком слабый, я бы подумал даже сбросить навыки, взять сейчас вот, святой огонь, знаешь, нанесение урона магического вокруг всем противникам, просто бежать здесь, уничтожать врага аурой, даже без скелетов, и подбирать предметы сразу, но это, чудесно, хотя давай, наверное, и так поступим, поступим, наверное, так в следующей серии, если сейчас будет сложно, то мы, конечно же, это не поменяем, хотя вряд ли в этой серии будет что-то сложное, пока что из исцеления возьму вот это умение, оно уже больно неплохо, по-моему, бьет, да, или вот это давай, ярость небес, ага, вот так, красиво, вот она, ярость небес, ты бьешь, типа, и там с небес падает луч, луч света и сжигает их, ну, если, конечно, попадаешь, ну, да, тут скелеты за меня всех выносят, как бы, о, успел тебе показать, куда здесь надо идти? Так, дистанция-то маленькое умение, слушай, скелет это жесть, даже если будет враг в разы сильнее, чем эти сами скелеты, да, то, в принципе, я могу усилить их просто, взяв исцеление массовое, и начать их усилить, опять начинается вот эта хрень, блядь, с этими, о, блядь, да, начинается, эти вот, знаешь, их любительское подземелье, блядь, вот, в разные стороны все идет, тебе должно интересно, наверное, по этим закоулкам ходить, на самом деле, ни хрена подобного, ну, ладно, пока выход не нашли, можно побегать, да, попрыгать, но, блядь, как же это нудно, так, хорошо, вот, какой-то сильный враг был, да, только что, наверное, алебарда, броня, очень интересные вещи, инвентарь полный, бог знает сколько раз уже, я не хочу возвращаться и продавать эти вещи, потому что это не имеет никакого смысла, абсолютно, это, ну, зачем, вот зачем, золото у нас есть, пока с запасом, сколько у нас золотых монет, давай посмотрим с тобой, 14 миллионов 836 тысяч, золотых монет, ну, все, пожалуйста, есть золотые монеты, шмотки тут падают, не сказать, что хорошие, потому что они второго тира, по силе, пока наши шмотки выигрывают, хотя, безусловно, там, та шмотки, которые будут в будущем, будут наши просто рвать, но пока не рвут, как бы, пока не рвут, поэтому все, нет, это умение неудобно, оно не массовое, я хочу что-то по массовое, блин, я бы открыл, святой огонь, может фикс, хотя с другой стороны, где мы потом найдем, и смотри, короче, если выпадет мне смена навыка, еще одна вот эта, камень памяти, то мы тогда поменяемся на хила, и будем бегать со святым огнем, просто, просто с огнем вокруг, и уничтожать врага аурой, потом, как возникнут сложности, мы вернемся обратно, на этот класс с скелетами, ну да, до босса, я так понимаю, совсем недолго, да, так, так, да, 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 что там, шлем, покрытые перчатки, деревянный щит, я присматриваюсь периодически к предметам, чтобы не пропустить что-то редкое, по типу камня, камня, топаз, топаз говно, так, так, вот ты видишь, да, что творится, просто уничтожение противника, давайте, до свидания, пацаны, две кобры, кстати, были нарисованы, мираж, галед, так, ну поехали, здорово, о, не с одного удара, нифига себе, а, нет, с одного, куда-то упали, храм песков, храм песков, и все, храм песков, какие-то пески были сначала, теперь храм песков, ну, перейдите в раздел, гуджайский пролив, и найдите глаз, что-то там, ну, это, видимо, в гуджайский пролив, куда-то и идем, да, правильно понимаю, так, исправить все, исправить все, хорошо, ну, шмот почти не ломается, это прекрасно, пока что, пока что похер, третий тир, когда-нибудь начнется в этой игре, нет, или мне ближайшие 50 серий, на третий тир не рассчитывать, да, второй тир даже тут, и второй тир, в подземельях, против противников, в которых мы сражаемся, хотя бы третий тир, бы уже пора, наверное, запустить-то, нет, сколько игрок должен проходить, вот второй тир, и сколько он должен-то терпеть, хотя вот карта неплохая, смотри-ка, весьма не дурно выглядит, какие-то непонятные существа, моим скелетам, мне кажется, вообще похер, просто иди вперед, они сами все сделают, вот это игра, вот это удовольствие, просто идешь, спокойно себе, исследуй, вот что это за два противника, вот что, к чему это, блядь, где, где сражение для игрока, что я должен здесь делать, смотреть, как мои скелеты в 20, ты понимаешь, даже моих скелетов, блядь, 20 штук, даже моих скелетов, 20 штук, ты понимаешь, 21, 21 скелет за мной ходит, зато врагов, блядь, в 10 раз меньше, на квадратный метр, мало того, что они слабже, их еще и меньше, это что такое лежит, а, это, лучше бы дальше лежал, на здорово, пока, о, спуск, если мы что-то пропустили, важное, напишите в комментариях, ладно, я вернусь потом вне серии, и заберу, стоять, рыскача здесь, на кой черт нам надо, пока я не вижу, что-то критичное, чтобы мы могли пропустить, что-то страшное, что-то, невероятно, крутое, блядь, я не думаю, что здесь, на 20 уровне, мне дадут что-то, не меняем, невероятное, там, блядь, и что, и что я охренею, у меня челюсть отпадет, я вот не думаю, и все, бафы эти раскидывают здесь, кому нужны эти бафы, что они дают, какая сложность в игре, кому они облегчат жизнь, блядь, она есть так легкая здесь, о, босс какой-то стоит, смотри, опа, босс сложный, на тебе, ценного удара, ха-ха, ну да, ну, я, нет, я понимаю, что я перекачан, да, я понимаю, конечно же, здесь-то я уже перекачан, я в курсе, ну, и спуск, наконец-таки, может, мы даже, смотри-ка, побьем рекорд, сразу три локации, за серию пройдем, да, сколько времени, нормально, может, пройдем, но эта локация мне нравится, она выглядит очень интересно, причем, они, понимаешь, они на этом уровне должны меня дамажить, потому что я не сказал бы, что я вообще как-то увеличила свою живучесть, у меня живучесть не увеличена, ты должен это понимать, у меня не увеличена живучесть, у меня увеличен урод, у меня увеличена, интеллект, основная характеристика, и скорость атаки с, с хп, у меня, то есть, увеличено, именно, не, сжирание урона, да, а здоровье, просто у меня много здоровья, вот и все, вся разница, так-то они меня дамажить, в принципе, могут, еще более ранним уровнем, чем у меня есть, но, видимо, это прямо вообще слабые враги, сколько нам еще шастать, вот под таким низкоуровневым подземельем, это вопрос, и вопрос очень хороший, интересный такой прям, музыка прикольная началась, так, готовы что-то там, да, 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 очень боюсь, очень страшно, очень много вас, прям жесть, вау, невероятно, если бы я знал, что будет дальше, я бы не проходил эти подземелья, которые я проходил, точнее, аренки, не знаю, ну, аренки здесь реально меня заинтересовали, ты понимаешь, они, вот прям, включили в работу в игре, прям сказали, о, здорово, мы тебя так долго ждали, Ван, давай-ка по ареним, я такой пошел на аренки, такой, вау, арены, арены, вау, невероятно, я не пойду дальше туда, в ту сторону, там нет смысла ходить, а, о, подожди, я перит мог пропустить, выбрось нахрен это кольцо, подбери перит, придурок, блин, а вот это грустно, если я мог пропустить перит, подожди, а где здесь выход, что, а, что, а, как так, не понял прикола, в смысле, там дальше был проход, а я не заметил его, удобная фишка с картой, спасибо большое, а, ну да, тут затемнено, как будто бы дальше прохода нету, аметист, хорошо, значит, где-то туда надо в центр пройти, и там будет выход, ну, или с той стороны, тоже может быть, а, здесь, ну и ладно, какой ты наш, третий, или четвертый, четвертый, хорошо, но пока стабильно, четыре этажа и босс, четыре этажа и босс, ну, как босс, сложно назвать этих существ боссами, скорее усиленный противник, возможно, так будет более корректно, в данной ситуации, на атак-то, конечно, да, должен быть, по идее, это босс, наверное, если бы я шел сюда на своем уровне, возможно, мне было бы сложно это проходить, я не отрицаю этого, нахрен они раскидывают эти бафы по комнатам, блядь, зачем они нужны в таком количестве, а, вот этот баф я знаю, это усиление урона, да, я в курсе, этот баф я знаю, потому что я его использовал не раз на арене, он падает, так, кольцо какое-то, ага, тупик, имбовое, вот это умение-то, бросать от скелета, то есть, понимаешь, ты даже можешь не во врага бросать, а в своих союзников, пока они сражаются, от союзника к союзнику летает и хилит их, а если рядом стоит враг, то он отскакивает от союзника к врагу и наносит врагу урон, и при этом обратно отскакивает и хилит твоего союзника, имбовая штука, как я понял, она работает как-то так, так, один перец, шикарно, законченный аметист, хорошо, золото, ага, 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 опасные враги, я не понял, а где мы упустили проход опять, ааа, ну тут хрен, че увидишь, конечно, тут и не такое пропустишь, тут слишком темно, но не сказал бы от этого, что это плохо, но, да, слишком темно, но прикольно, музыка прикольная, еще тупик, ааа, туда пройти надо, блядь, тут хрен, что увидишь, как же я должен догадаться, это был, я вот, я на мини-карту, вроде, смотрю, и мы, по-моему, проходили этот промежуток, оказывается, нет, странно, что, о, зал потерянных шагов, хорошо, странно, что нет какого-то описания каждой локации, типа, знаешь, в отдельности, хотя, хотя, по-моему, есть, да, когда входишь, там ищешь, когда в проход ты заходишь, там написано же, по-моему, что-то про локацию, так, здорово, пацаны, атакуй ее, спасибо, пацаны, молодцы, хорошо поработали, очень классно, очень круто, оружие, это что? О, дамажит, смотри, о, дамажит, подожди, дамажит, 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 еще как, смотри, правда, у меня регенерация настолько сильная, что она отхиливает, а не дамажит, так, видеоклифф, мы в какой-то видеоклиффе, ну, пошли домой, задания, если на видеоклиффе нету, может быть, нам дадут, испытание, квест, ничего не хотите мне дать? Я сделал, путь, виджа, а нет, Решана, кривен, отделяет свою силу, два конца, собирается воссоединить, своемая ненависть, и правильный цвет, виджи, тускнеет, пей через гуджийский пролив, и найдите глаз Валада под песками давахри. Я пошел под пески давахри, но никуда не переходил, видимо, вот сейчас мы проходили под песками, и сейчас пойдем, наверное, под какими-то там давахриями, и вот нам что-то там дадут. Правильно? Елха, Нургар, Малатхар Пленц, это что такое? Ага, это пески. Да, и теперь, виджа, клиф. Вроде на самых могущественных человеческих волшебников, на известной земле, где находятся руины. Вот, тут есть описание, почему они не дают эти описания почитать, когда ты проваливаешься в локацию? Виджая, навал, порт, какой-то порт Виджая. А, подожди, стоп, меня переборолят. А, я понял, что-то. Я понял, как это работает. То есть, отсюда перенаправляют вот сюда, да? Ирхар. Не знаю, сколько глав у этой игры, и как долго нам осталось в нее играть. Посмотрим, что будет дальше. Пока, опять же, легко, потому что перекачаны. Но, опять же, сколько нам надо ждать, блядь, пока откроется следующее испытание, которое нам будет уже, ну, так скажем, сложным. Вопрос остается хороший. Вообще, хотелось бы каким-нибудь сложным классом, действительно, сложным классом поиграть. Посмотреть, что из себя представляет. Я представляю здесь сложный герой. Но мне кажется, таковых тут вообще нет. Подожди, давай знаешь, что сделаем? Пойдем быстренько босса заберем. У меня печать же появилась, смотри-ка. Давай заберем босса, посмотрим, что нам дадут, повысится ли тир и что там выдают еще вдобавок. Может быть, выбьем что-то полезное, классное. Нам же печать выдали, правильно, правильно. Почему бы не воспользоваться ей? Даже вот это что-то, что-то интересное, понимаешь? Вот это, вот это действительно интересно выглядит. Я знать не знаю, что это, мне похер, что здесь слабые враги, но выглядит это интересно. Само по себе. Да, вон и смотри, посмотри, как они здоровы, если у них, ну, эти, да, эти здоровы, если будь здоров. Потому что, опять же, у меня нету особо, они берут количеством и бафом каким-то, они, во-первых, снесли мне половину здоровья дебафом, во-вторых, они берут каким-то количеством все-таки. Я, просто надо учитывать, что качал себе живучесть, но броню я себе не качал, это все. Так, спокойно падают, пацаны, все. Там маг, походу, какой-то есть, он мне здоровье есть, носит максимальное. Мощный враг приближается, ну и хорошо. Ну и все, я и упал. Подземелье пройдено, уровень 8 за 48 секунд. Почему уровень 8, непонятно. Дальше почему-то не повышается. Ну и все. Ну и все. Так, реально все? Да, реально все. А, 12 уровень, первый тир. Сколько должно быть уровней, и что потом по тиру откроется? Подожди, что за предметы? Ну, простые, я бы не сказал, что какие-то редкие вещи падают, но простые предметы. Предметы, как предметы. Возможно, потом тир увеличится, уровень увеличится, и будет что-то невероятно редкое. Не знаю, как-то так. С тобой был я, Иван Грешник. Увидимся в следующей серии. Подписывайся, не забывай поставить лайк, прожать колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok